Субтитры создавал DimaTorzok Так Нет, ну здесь сыр Какая разница? У тебя нет разницы, мне есть Перфекционистка ты моя Просто я хочу, чтобы все было аккуратно Чтобы люди приходили не в забегаловку, где все кое-как Ну да, и дома у нас тоже так будет Тут табличка, там указатель Дьявол с бейджем Миска Ты у меня самый классный Все, я поехал, у меня сегодня еще пять магазинов Опять продавщица Ты что, ревнуешь? Очень Давай Давай Да, оказывается в деревне тоже встречаются приличные места Здравствуйте Колян, нифига себе, ты посмотри, какие тут девчонки в этой дыре водятся Мы с тобой зачем-то на море пилим Добрый вечер Вы что-то хотели? Да Море, музыка, вино А поехали с нами А что? А что вам тут в этой дыре ловить? А там ночь Ветер с моря дул Мы с вами танцуем под блюз Колян А ну-ка, постой там возле крылечка Скажешь ты здесь Переучет Потанцуем Руб Берите Да чего, просто потанцуем Уберите руб Я же сказал, забери-то, переучет Ты что? Миша Ты как? Все хорошо Да Ну, доченька прибыла А что, папке чекушку не додумалась принести, а? Пап, не шуми, пожалуйста Маму ребят разбудишь Все самому приходится делать Пап Пропорции, конечно, не те, но Пап, так, все Хватит, тебе на работу пора Церк Я тебя не спрашиваю Пап Пап, пап, давай Давай, 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 давай Вставай, пойдем Пойдем, тебе немного поспать надо Давай Вставай Вот так Осторожно Пойдем Черт бы тебя побрал, поразил Дядя Слав, ты чего, грозный такой сегодня А Петрович Путин не ладен Уже 20 минут, как сменить меня должен, вот звоню трубку не берет Дядя Слав, это Лиза А Петрович где? А он заболел, простудился Лизонька, скажи только честно Опять нажрался Ну да, пьяный Дядя Слав, пожалуйста, ну может как-то можно Его же выгонят, он так еле устроился А он вечером выйдет на сутки, я обещаю Все, Лизонька, не уговаривай Не буду я его больше покрывать Хватит, мне такой сменщик не нужен Дядя Слав Буду рапорт начальству подавать Дядя Слав, да ладно, ну Слушай, давай я подежурю Ну тебе-то какая разница, что я ворота не открою, что ли? Ну ладно Везло Лизке с тобой Только мой тебе совет Поженитесь, забирай ее И валите от Седова куда подальше То, что он алкаш, это полбеды Гнида вам порядочная Батюшки, Каюмов Здравствуйте Здравствуйте Дядя Слав, ты бы еще честь его Честное слово, как будто президент какой приехал Каюмов, он же барыга из бывших бандитов Бандитов? Говори Да чтоб ты понимал, у меня роднее отца родного будет Он кто? Хозяин города Все под контролем держит Мам, ничего ты встал, иди ложись Я приготовлю и принесу Не, не Как ты себя чувствуешь? Да так Что-то голова кружится И сердце прямо Так будто из груди хочет выскочить Мне дед Саша сказал, что ему насчет его обследования по квоте в областной На той неделе скажут Это хорошо А ты как? Отлично Мне подработку предложили Оформить золотовары для новобрачных Так что я теперь тебя не только продавец, но и дизайнер начинающий А заплатят много? Ну, мам, я на много не рассчитываю Все-таки я не профессиональный дизайнер Да и так это больше по дружбе Понятно Ну, где отец? Спит Где ему еще быть? Как же работа? Ну, его же опять уволят Мам, ну все, не волнуйся Мишка звонил, он с деда Слава договорился Прикрут А папа вечернюю смену выйдет Мам И направляющая То есть запирающая секция будет просто отъезжать в двор ворот Открываться будут с проходной Это как вы захотите Можно просто кнопкой с проходной А можно поставить радиомодуль И раздать шофером в рюмке Прошу вас Спасибо Тяжело было столь чекушку Для поправки отцу принести, а? Количество камер мы увеличим Чтоб хорошо было видно номер машины Здравствуйте Привет А что ты за красавица? Так это дочь моя Лиза Альберт Лиза Альберта по отчеству? Для вас можно, а без отчества Ладно, пап, я уже пойду А то опаздываю, у тебя еще бутерброды Так давайте я вас подвезу Зачем? Мне нужно, спасибо Спасибо, я сама А вы? Горюнов, Николай, охранник Вы не засиделись тут В охране В вашем-то возрасте Уже как минимум начальником смены нужно быть Завтра оформим Завтра тоже приступайте Шеф В какой момент я просил твоего совета Простите, просто я подумал Леша, а ты не думай Ты делай Привет! Привет Слушай, как у тебя все серьезно Я думал, тебе так надо манекен переставить Плакатик нарисовать А ты? Нравится? Да, очень Лиза Может, примеришь? Можно Только на втором этаже На уму в пятой палате не забудь капельницу поменять Да, и к матешке зайди Мне не нравится, как у него давление скачет Да, знаю, я знаю Идите уже домой, Александр Борисович Отдохните Вы вторые сутки из больницы не выходите Ладно, пойду Если что, сразу звоним Ну, что скажешь Ну, так Ты уже мне джентльмен Ты же комплимент девушке сделать не можешь Сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А если мы с тобой в областной центр переедем Ну, туда, где есть институт, в котором дизайн твоим учат Ну, а шоферы везде нужны А братья как? Мама болеет на папу Надежды? Нет, ты же сам знаешь Ничего С собой заберем Ну, а денег я заработаю Прорвемся Мама болеет на папу Надежды Красиво танцуете, молодежь Добрый вечер, дядя Саша А ты что, домой? Да Да А я ужин не приготовил Думаю, ты сегодня опять до утра на работе А у меня с собой бутерброды есть А я не откажусь, Лизанка Так, там в посудке чайник и... Да, я сделаю Ну, вот и поужинаю Садитесь Спасибо А мама его мечтала, чтобы Мишка врачом стал Да, я помню Ну, что поделаешь, если все сейчас упирается в эти дурацкие деньги Мишка же же не от хорошей жизни шоферит Да я все понимаю, но есть же и другие профессии Нужно учиться, пока молодой Дед Саша Я обещаю Мы поженимся, чуть наладим нашу жизнь Я его сама отправлю учиться И ты тоже хотел? Я поступлю В эти время Он, короче, так и сказал Что вы, мол, Николай Петрович, здесь самый толковый И на вас одна надежда Ну, в плане охрану наладить Вот Человек Зарплату мне повысил Ешь А ты бы увидела Славкину рожу Он-то из себя правильного корчит Первым бежит шлагбаум открывать, когда Альберт Евгеньевич проезжает Выслуживается Алло, на, выпусти А Юмов знает, кто на самом деле могет А кто так задницу лижет Оль, ну остынет же Ты хоть понимаешь, курица Что жизнь у нас теперь с тобой другая начнется Я с Каюмовым горы сверну Свернешь, Коля Свернешь Стало быть, не веришь Ну вот, видала А, травматовый долево С очень ченуревым с разрешением А кому попало, такие вещи не выдают Доверяют Доверяют Оля Я тебя прошу Не уважаешь ты меня, Анатолия Давно ты к нам не приходил Командировочка есть То туда, то сюда А че Я слышал, твой Мишка Тоже решил в дальний бой податься Ну да, вроде На свадьбу не забудь позвать Ой Здравствуйте Альберт Я же говорил, можно просто Альберт Здорово У вас здесь все устроено Не хочешь, а купишь У вас пропадает не только дизайнер Но и маркетолог А чего вы решили, что это я? Ну, я как руководитель не только должен знать все о своих сотрудниках Но и о их семьях Да, ну это как-то странно Просто вы такой человек, и в тропах Какой такой? Я обычный человек, вот проезжал мимо, решил хлеба купить У вас хлеб есть? Да, конечно, вон какой? А какой вам нравится? Ну, мне нравится бездрожжевой Правда он дорогой Ой Ну что ж, разорюсь, но куплю А если серьезно, я, конечно же, не случайно заехал к вам Я недавно приобрел помещение под ресторан Ну, хочу оформить нестандартно Как вы смотрите на то, если я предложу это сделать вам? Мне? Серьезно? А что это вас так удивляет? Ну, просто все, как правило, обращаются к профессиональным дизайнерам Я всегда поступаю не как все, а так, как считаю нужно Добрый вечер, Альберт Евгеньевич Привет-привет Слушай, тут мне сказали, что ты жену обижаешь И дочку Я? Да как же, привет, а Так вот, не надо Особенно дочку Не надо Все вокруг такой-сакой Криминал, авторитет Он оказался таким простым, деликатным, вежливым И самое главное, это помещение под ресторан Делай что хочешь Это не фотофон в этом промтоварном А еще Каюлов сказал, если нужно, можно все материалы в столице купить Миш Ну, ты чего? Ничего Держалась бы ты от него подальше Ну, почему? Ну, я же говорю, он абсолютно нормальный Деликатный, вежливый К тому же Он хорошие деньги предложил Они нам сейчас очень нужны Деньги нужны, да Я разговаривал с начальником колонны Он сказал, что на следующей неделе могу оформляться и в дальнобой Уже? Ну, да Близ, ну, мы же с тобой обо всем договорились Я перееду квартиру с ним Потом ты ко мне Ну, и маму с братьями перевезем А я к тебе как-то приеду Какой же я? Так Елизавета Николаевна Будьте, пожалуйста, моей женой Дурак ты, Мишка Пожалуйста Дурак ты, Мишка Тебе правда это платье нравится? Правда, очень А каюмов там? На нашу Лизку запал Ха-ха-ха Это хорошо Да чего ж тут хорошего? Ему побаловаться, а ей потом жить. Дура ты! Чего побаловаться-то? А если даже и побаловаться, так чё, сыске-то не убудет. А нам-то явно прибыток. Ну, мне по службе и вообще. Ты чего, старый хрыч? Ты дочкой торговать надумал или что? А ну, цыц! Разговорилась мне. А? Смотри, у меня. Мне кажется, что если вот здесь освободить пространство и сделать детскую комнату… Лиза, ну, при всем уважении, это все… На освещение уйдет львиный кусок. Заказчик не даст вам денег на все эти ваши идеи. Ну, хотя, как профессионал, я скажу, да, в этом что-то есть. Правда? Вам нравится? Не все. Ну, в целом, вот если бы стенку заменить на прозрачную ширму… Да, чтобы родители могли наблюдать за детьми. Детская комната, ширмы. Зачем вообще в ресторане дети? Ну, за тем, что у нас семейный ресторан. Какая же семья без детей? Здравствуйте. Браво, Елизавета Николаевна. Золотые слова. Здравствуйте, Альберт Евгеньевич. Привет. Ну, как, сработали с молодым дизайнером? Уж больные идеи, как бы так помягче выразиться, прогрессивные. Я боюсь, когда вам Володя смету принесет, вы его в за шеи погоните. А вы не бойтесь, не снесите. Посмотрим. Елизавета Николаевна, а может, обсудим ваши прогрессивные идеи на объекте? Да, давайте. Так, Миш, наверное, здесь прям вставь, я потом разберу. Ага. Здравствуйте. Николай Петрович. А тебе что, не на службу сегодня? Мне к трём. Так, а чего ты наливаешься, если тебе к трём? Да кто наливается? Ну, так, выпил чисто для настроения. Будешь? Да нет, спасибо, Николай Петрович. Всё, тетя Наташ, я побежал. Спасибо, Миш, спасибо. Какой-то он мутный. Не компанейский. Привыкай, Коль, это всё-таки зять твой будущий. Чего? Какой такой зять? Обыкновенный. У него с Лизой всё серьёзно, он ей предложение сделал. У них через месяц свадьба, Коль. Улетает твоя дочка из гнезда. С дачу забыла, ну. Лизка за Мишку? За обыкновенного водилу? А ты кто? Король английский, принц, олигарх. Кто ты, Коля? Не бывать этому. На её такой человек засматривается, а тут какой-то Мишка. Я сказал, не бывать этому, и всё. Ясно? Знаете, Сергей Чёпотный художник и очень мне помогает. Но его идея немного архаичная, если честно. Сейчас так уже никто не оформляет. Ну, вот поэтому я вас и пригласил. Но всё, что касается формы пространства, я у него учусь. То есть вы просто очаровательны. Расскажите что-нибудь о себе. Что можно сказать? Вы же всё обо мне знаете. Вы встречаетесь с кем? Я замуж выхожу. Ну, и кто этот счастливчик? Лучший человек на свете. Короче, этот Михаил уже несколько дней работает на эту фирму. Сейчас, кстати, в рейсе. Так что, если его убрать, никто об этом и не узнает. Ну, что, валим? Нет. Я сам с ним не поговорю. Мне очень нравится эта девушка. Не хочется, чтобы был криминал в этот раз. Он здесь бывает? А как же постоянно приезжает невесту свою проведать? Он, кстати, по ночам подрабатывает у вас на базе. Он потом ещё целый час разовялся. Да кто он такой? Да я его в бараний рог. А ничего он нам не сделает. Да не отпустит он нас, Лиз. Что ты отца не знаешь? А мы не будем спрашивать. Соберёмся и уедем. Да боязно как-то уезжать. Это же как жизнь с чистого листа ночи. А что, если он увидит наши сборы? Ну, мы по-тихому соберёмся. Сумки спрячем. Он, когда на смену уйдёт, Мишка за нами приедет. Мы у него переночуем, а утром в ЗАГС распишемся. Все вместе уедем. Господи, Боже. Магазин пора. Михаил Александрович? Да. Здравствуйте. Меня зовут Альберт Евгеньевич. Да, я знаю, как вас зовут. Здравствуйте. Подарите пять минут. Конечно. Не хочу вас убежать предложением денег. Просто предлагаю подумать. Подумать о чём? Что вы можете дать Лизе. А что могу ей дать я? Ну, с одной стороны, каждая копейка на счету. Больная мать, сопливые братья, которых нужно ставить на ноги. Ну, а с другой стороны, любой возможности. Вы с Лизой-то об этом говорили? Ну, а прежде чем говорить с Елизаветой Николаевной, нужно убедиться, что Поляна свободная. А если не нужны все эти ваши возможности? Это нужно всем. От меня-то вы что хотите? Но если вы ей желаете добра, то не будьте эгоистом. Отойдите в сторону. Так вот, уважаемый Альберт Евгеньевич, как вы и выразились, Поляна не свободна. И не освободится. Всего хорошего. Шеф, что будем делать? Его машина может же улететь в кювет. А может наркоман даже он пырнуть за дозы. Главное, чтобы это был в несчастный случай. Да, это правильно. И, конечно же, я хотел поблагодарить главного дизайнера ресторана «Назад в будущее» Елизавету Горинову. Благодаря ее таланту и вдохновению в нашем городе появился ресторан, не побоюсь этого слова, европейского уровня. Димка, принеси мою сумку с кухни. Пап, я уроки делаю. Ха, ишь ты, сопля неблагодарная, а! Воспитала, растишь их, кормишь, поешь, а потом на старости лет куска хлеба не дождешься. На, Куленька, держи, а то опоздаешь. Все, я пошел. Угу. А, алло, да, Мишенька, да. Да, собрались уже. Ага. Ждем тебя, родной. Угу. Давай. А где лизаны вещи? Лизаны? А, это еще вчера Миша к себе отвез. Фух, так. Травманно было. Едыщ ты, кочерыжка. А ты куда вы собрались? А? Я тебя спрашиваю. Давай так, чтобы без свидетелей из кармана все подостаешь, с телефона. Пускай думают, что наркоман из-за дозняка. Не боись. Не впервой. И скроешься. Я тебе найду, когда нужно. Хорошо. Это такая благодарность за все то хорошее, что я для тебя сделал. Ольга, пожалуйста, успокойся. Ну, давай так. Пускай Лиза выйдет замуж. Мы уедем. А ты живи себе как хочешь. Хочешь пей. Хочешь работай. А никто никуда не поедет. И никто ни за кого не выйдет. Я сказал. Яснов, я поняла все. Я так сказал! А вот и затек явился. Николай Петрович, у чего? Ах ты ж паскудник, а. Николай Петрович. Ах ты ж ладина, а. Че, опустите пистолет, а то... А то что? Разрешите? Так вот, продолжение начатого разговора. Каждому человеку, особенно такой очаровательной девушке, как вы, нужна стабильность, защита, нужен мужчина, который будет для нее опорой. У меня есть такой мужчина. Я знаю. Ой, простите. Ну, ничего. Да, мам. Лиза. Лиза, папа Мишу убил. Кори, ты какой Лиза! Лиза. Лиза, Лиза, Лиза. Лиза. Ждем суда. Ясное дело, что посадят. Я больная вся, Лизонька, с того дня, она просто сама не своя. Она вообще не пьет, не ест. Мы в долгах, у нас денег нет. Как жить? Лиза. Мама. Прекрати жаловаться. Лиза. страшное горе. И вам придется его пережить. Зачем? Что? Зачем пережить? Лизонька, доченька, ну, что ты говоришь? Мишу не вернешь. А тебе же надо жить. Не смей. Ты слышишь? Не смей о нем говорить. Не смей о нем говорить. Тише, тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. Все пройдет. Все будет хорошо. Лиз. Значит так. Дети когда вернутся в школу? Где-то через час. Отлично. Значит, вы пока собираете вещи, берете детей и едете в великолепный медицинский центр. Вас селит коттедж, вы проходите обследование и пока будете находиться там. Ну, что вы, какой коттедж у меня? О деньгах не переживайте. Врачи, процедуры, все необходимое я беру на себя. Вот мой телефон. А если что-то, так сразу набирайте. А Лиза? Ну, и Лиза, она тоже присоединится к вам, но только чуточку попозже. Вы не волнуйтесь, я обо всем позабочусь. Где-то через два часа за вами заедут. Спасибо. Признать виновным Горюнова Николая Петровича в совершении преступления, предусмотренного статьей 414 часть 2 УК Украины, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Приговор вступает в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не подавалась. В случае подачи апелляционной жалобы, судебное решение, если оно не отменено по результатам пересмотра, вступает в законную силу после рассмотрения дела апелляционным судом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Альберт Евгеньевич нам такую квартиру купил. Три комнаты. Лоджия хоть в футбол гоняй. Кухня 15 метров. Я каждый день просыпаюсь, поверить не могу, что это все наше. Все там обставил. Даже эта пассатомойка имеется. Мальчишкам компьютеры купил. Ты сейчас приедешь, сама все увидишь. Из этого санатория так мне прямо уезжать не хотелось. Там такие специалисты замечательные. Они мне все обследовали. С головы до ног. И без всяких там квот. Лизы. Что? Ну, ты... Будь с ним по ласкови, что ли, а? Зачем? Затем, что он тебя любит. Ну, ты же по всему видна. Ты же молодая. Тебе жить и жить. Ну, что делать, если такая трагедия? Ну, не в могилу же за ним. Я ничего не чувствую, мам. Понимаешь, вот вообще ничего. Как тебе объяснить? Он, конечно, хороший человек. Ну, вот не говори так, ну. Ну, мы только стали жить по-человечески. Ты... Ты о себе не думаешь. Ну, хоть нас пожалей. Лиз, я не могу больше нищете мыкаться. Я все понимаю, Лиза. И вас не тороплю. Альберт, я же совсем вас не люблю. Ну, зато я вас люблю. И надеюсь, что постепенно, ну, не сразу, я смогу вернуть вам радость жизни. Я сделаю все, что в моих силах. А я много что могу. Я не знаю. Вы хороший человек. Я вам благодарна за маму, за много и благодарна. Но достаточно ли этого для семьи? Пока достаточно. Согласны ли вы, Альберт Евгеньевич, взять в жены Горюнову Елизавету Николаевну? Согласен. А вы, Елизавета Николаевна, согласны ли стать супругой Каюмова Альберта Евгеньевича? Согласна. Знак вашей любви и верности прошу обменяться поцелуем. Ты хотя бы овладелась? Вместе. Не всегда. В 14.00 мы должны быть в клинике. Из клиники я поеду по делам, ты домой. Я вернусь к половине седьмого, чтобы ты была готова. К чему? Я тебе вчера говорил. Мы едем на день рождения к сыну Романова. Там будет все руководство города. Ты мог бы поехать один день? Я не очень хорошо себя чувствую. Прости. Я буду готова к половине седьмого. Еще, если ты не против, я бы хотела встретиться с мамой. Нет. Не против. Пусть возьмет такси, приезжает к нам, и я оплачу. Но я могла бы сама поехать. Зачем? Ты же сказала, что ты плохо себя чувствуешь. Ты прав. Да. Ты прав. Домоработница? Это ж какие расходы, Лиза? Ты что, смотришь? Ты сама не справляешься? Справляюсь. Но Альберт так решил. Золото, а не муж. Так заботятся о тебе. Да. Заботятся. Ревнуют ко всем. Постоянно контролируют, где была, кто звонил. Значит, любят. Ревность – это от любви. Ты вот как не понимаешь своего счастья, Лиза, всем бы такого мужа. Он с тебя пылинки сдувает, а ты… Да. Сдувает. Ладно, мам, я сейчас в клинику поеду. У тебя болит что-то? Нет. Просто Альберт волнулся, что уже год прошел, а детей нет. Наследника хочет. Наталья Алексеевна, добрый день. Здравствуйте, Альберт Евгеньевич. Ну что, дорогая, готова? Да. Как дела? Так. У вас от меня тайны? Мы уже договаривались. Ну что вы, нет. Какие тайны? Просто мне неловко вас снова просить. Ага. Вот. Благодарю. Ну что, поехали? Да. Никакой катастрофы, разумеется, нет, но гормональный фон у вас, Елизавета Николаевна, повышен. То есть вы хотите сказать… Я хочу сказать, что ничего страшного я пока не вижу. Такое случается, сплошь и рядом. Еще раз дадим анализы, отправим в областную больницу, получим результаты и назначим лечение. Елизавета Николаевна, моя помощница вас проводит там, в приемной. Спасибо. Альберт Евгеньевич, а вы задержитесь, пожалуйста. У меня для вас есть тоже кое-какие рекомендации. Что? Что-то серьезное? Вернее сказать, у меня к вам вопрос. Вы уверены, что ваша супруга не принимает контрацептивы? Что? Что? Что сык? Здесь зрения. Это что? Это что? Я спрашиваю? Как ты могла со мной так поступить? Я спрашиваю! Как ты могла со мной так? Как ты могла со мной так поступить?